мешает реклама жми на крестик верхнем правом углу вот я сейчас на дороге я часто езжу на машине по разным дорогам и невольно смотрю на встречные машины которые я обгоняю догоняю короче говоря смотрю на машине на машины и вот все машины разного цвета есть машины которые по цвету не вызывают уважения просто а есть машина окрашенные в дорогой благородный цвет но трудно представить себе бмв или mercedes такого красного дешевого помидорного цвета какого-нибудь как у меня когда-то было рено такое 19 помидорного цвета мне всегда стыдно было в нее садится я хочу сказать что цвета разные сам цвет уже определяет много хотя природа имеет такое огромное количество цветов цветов и оттенков и все они имеют право на существование а вот один имеет благородный вид а другой имеет вид дешевый один дорогой а другой но не притязательный такой знаете и второсортный также наверное и люди вот человек одевается в дорогую одежду благородных цветов из благородного материала одевает дорогую обувь одевает украшения аксессуары дорогие и ты видишь что это человек упакованный дорогой вызывает уважение ну во всяком случае если не уважение то ты понимаешь что этот человек состоятельным что он что-то из себя представляет в обществе имеет какой-то определенный статус но стоит ему открыть рот и ты начинаешь понимать его истинную ценность я все опять клоню к тому же что от плода уст твоих наполняется чрево твое и от произведения уст своих ты насыщаешься и суть человека проявляется в том что он говорит то как он говорит и что он говорит вот его суть это совершенно глубочайшая тема духовная потому что все началось со слова я сейчас не буду вдаваться в глубины этого что такое слово но понятно что слово это информация и энергия энергия и информация если все посмотреть то все из слова все понятно вот эта машина вся из слова вот эта рубашка вся из слова почему потому что если сейчас взять взять и начать углубляться взять в микроскопе нарать и смотреть то мы увидим молекул этой ткани потом увидим атомы этой ткани потом мы увидим электроны потом увидим протоны потом увидим частицы а потом мы уже нифига не увидим и там ничего не будет кроме энергии и информации И именно энергия информации определяет, что есть что, и ху, и с ху, кто есть кто. Слово. И в нашем бизнесе я чисто прикладной характер стараюсь всему предать. Потому что я сконцентрирован только на одном сейчас. Я только на одном сейчас, на своем новом бизнесе я сконцентрирован. И я вам хочу сказать, что сейчас самое важное научиться говорить правильные слова. Потому что любой здравомыслящий человек, если слышит ушами от близкого, родного, знакомого, во всяком случае, человека, которому можно верить, что это не бандит с большой дороги и не человек, который предлагает тебе какое-то кидалово, то и с ним потом можно будет встречаться, и с него потом какой-то спрос может быть. Он никуда не денется в этом необъятном интернете. То слова, которые он произносит, имеют колоссальное значение. Или ты говоришь слова, которые вызывают у человека, приховывают к тебе внимание, он начинает слушать, потом он начинает вникать, и он начинает видеть за твоими словами интерес. За этим интересом он начинает познавать что-то, и он ищет свою выгоду. И если ты показываешь ему его выгоду, его заинтересованность растет, и он понимает, что это ему надо. Может быть, ему еще потребуются слова других людей, может быть, какой-то другой вид информации, но в него попали слова, которые ты произносишь. Он их не отторг. Вот суть. Если ты сам в это веришь, если ты сам любишь свой бизнес, если ты сам проникся сутью своего дела, и уважаешь себя и то, чем ты занимаешься, то как же ты не можешь рассказать своему близкому человеку? Ну, бывает, что люди сейчас не тем заняты. Ну, бывает, что люди сейчас думают совершенно о другом. Их, что бы ты ни говорил, сейчас это не тронет. Но ведь есть люди, которые в поиске, которые всегда ищут выгоду. И таких абсолютное большинство. Но большинство из тех, кто не имеет успеха в этом деле, не идут к своим знакомым. По двум главным причинам. Первая причина – они уже ходили. И они там уже натоптали, как говорят. Они уже создали себе репутацию человека, которого служить не нужно.